Приветствую вас и как мать я вас очень хорошо понимаю, действительно, ребенок уходит вот так внезапно на сомнительную какую-то встречу, да, и вы не знаете вообще вернется ли он, что будет и так далее. Вы понимаете, с одной стороны, у вашего мальчика есть обязательства, обязательства перед тем социальным кругом, в котором он находится, это его друзья. И если он не сделает того, что ему нужно, он поставит себя вне этого социального круга, и ему будет тогда очень плохо, больно и одиноко. Да, это риск то, что он делает, да, это не всегда законно, но надо сказать, что вы можете этому воспротивиться, да, вы можете этому воспротивиться, попытаться как-то сказать сыну, что он не должен этого делать и так далее, но в таком случае он не перестанет этим заниматься, но скорее всего будет делать это еще и для того, чтобы доказать вам, что он самостоятельный. А вот это уже поведение из принципа, из чувства противоречия. И вот чтобы этого чувства у него не развивать, ненужно ему противиться. Напротив, подбодрите его, скажите, что ты молодец, защитил друга, помог другу и так далее. Это ты правильно, чтобы он вам доверился, чтобы он знал, что вы не против того, что он делает, чтобы он рассказывал вам, что с ним происходит, чтобы он не скрывал свои разговоры от вас. Ведь то, что вы рядом с ним сидели, а он начал общаться на такую тему, говорит о том, что он от вас не скрывает это. А мы бы устать, сказать, мама, я поговорю сейчас, вернусь. Или ушел бы, например, поговорить, и вы бы услышали только, как закрывается в горной дверь, и вообще бы тогда даже не знали, куда он идет, и почему, и когда вернется, и что случилось. Он вам доверяет, и это доверие обязательно нужно сохранить. Ни в коем случае нельзя это доверие разрушать. Разрушить доверие очень-очень легко. Обратно установить его сложно. Поэтому вам здесь нужно его принять. И если он будет вам доверять, то будет прислушиваться к вам. Знаю, что вы не будете просто так его в чем-то ограничивать. Не будете что-то ему запрещать, просто так. Но в следующий раз такая ситуация произойдет, и вы скажете, может, не надо. Он вас подслушает. По крайней мере, может быть подслушаем. Если это действительно будет не так важно. А если это для него важно, то он сделает это. Он обязан сделать, потому что в противном случае он останется, как я уже сказал, изгоем. И возникает вопрос. Вот вы хотите эти ситуации предотвращать. А вы хотите, чтобы ваш сын был один? Чтобы у него не было друзей? Или может быть вы хотите, чтобы он начал страдать комплексами? И чтобы он думал, что он никому не нужен? Думаю, вряд ли. И отсюда напрашивается вывод, что все это нужно вашему сыну, чтобы получить необходимый свой опыт. И если он спокойный и непроблемный, означает, что лет с ним свое дело не будет. Лишние проблемы себе задавать также не будет. Просто зашит своего друга и вернется. Его спокойствие не позволит ему много, слишком много в этом участвовать. Ему 18 и пока еще слишком сильно. вот этот вот социальный социальный элемент в его жизни. Можно сказать, что он еще подросток. А все подростки тяготеют группе. Так ли и он? Он тяготеет группе. И ему нужно это пережить. Пережить так, чтобы из этой группы с кем-то он смог бы стать друзьями. Не просто, как, знаете, единомышленники по группе, а именно друзьями. и если он спокойный, то вряд ли его другом станет тот, кто ему позвонил. Он ему поможет, поможет раз, поможет два, но больше не будет. Потому что это не его. И вам это нужно понимать. И понимать то, что он не станет вас слушать, потому что считает, что вы в этом ничего не понимаете. Он знает, что вы заботитесь о нем, что вы любите его, что вы хотите ему добра, но у него свое понимание о том, какое оно это добро. И вы своим сопротивлением не сделаете ничего хорошее. Напротив, лишь только настроите его против вас. Как я уже сказал, откровенное сопротивление ему только навредит. Вы лучше постарайтесь тихонько, через доверие, через диалог, поддерживать его такое откровенное отношение к вам и через него стараться с сына по мере возможности ограждаться. Но правда в том, что человек, тем более человек уже взрослый, свой путь проходит сам. Никто в целом мире не способен его уберечь от тех ошибок, которые могут быть. И чтобы получить опыт, нужно вознять свой предел. А предел подознается только в критических ситуациях. Вашему сыну для будущей жизни, для будущей самостоятельной жизни, когда вас рядом с ним не будет, нужно знать самому, что делать. И нужно понимать ответственность за свои поступки. Какими бы они, эти поступки, не были, только осознав ответственность, осознав, что кроме него больше никто не способен управлять своей жизнью, его жизнью, он станет относиться к ней более осторонне, более выборочно. А если вы будете стараться его струкновировать, во-первых, будет чувство опеки, чувство защищенности, а во-вторых, во-вторых, будет желание доказать обратно. Слышно говорить, что оно деструктивно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку и помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Субтитры сделал DimaTorzok